Нет, мы абсолютно за свободу. Быстро скажу о волке. Если бы я был 18-летней девушкой, я бы просто так визжал сейчас. Вампиры, живущие в Смоленске. Ох, переиграть бы это сейчас. Друзья, всем привет. Это Баббл-подкаст. Майор Громс, чумной доктор Special Edition. И у нас сегодня в студии, как всегда, Артём Габрилианов, Роман Катков. Да, и мы, помимо нас прекрасных и любимых вами ведущих, приглашаем к нам классных ребят. А в этом эдишен мы приглашаем тех, кто связан с фильмом «Майор Гром, чумной доктор». И сегодня у нас человек непосредственно замешанный в этом фильме. Это Дмитрий Чеботарёв! Дима, привет! Не скромничай, не скромничай. Да, ты красиво скажешь. На кого ты повернулся? На мой голос или на Ромин? Давай честно. Так я же вас выбирал. Это моя команда, Артём. У тебя в команде питерские менты. Хорошо, да, хорошо. Дима, здорово, Дима! Как жизнь? Пальцы займал. Как жизнь? Вот, правильно. Отлично. Да, я вижу, что ты пришёл в костюме тройки, ты прямо на фоне нас неформалов выделяешься. Я, да, во-первых, потому что вы меня позвали на Казах в гости. В гости я решил. До этого ты забегал просто так. Да, да. По делам мы не кем-то. А сейчас мы позвали в гости, посидеть, поболтать, никуда не торопясь, поэтому я решил одеться в костюм. Во-вторых, с днём рождения. Спасибо, спасибо, спасибо. Люди в апреле узнают, что Артём у днём рождения в феврале. Я по сочию праздника пришёл в костюм. Ну и всё, я решил, да, на вашем фоне... Выгодно отличаться. Не знаю, сработает или нет, но всё-таки решил, что на контрапункте сработает. Обычно просто другие люди на нашем подкасте выделяются отсутствием бороды, но у тебя своя, поэтому ты, да, тебе нужно чем-то другим. Ты именно отличаешься стройной фигурой и красивым лицом на фоне нас, поэтому и так. Слушай, ну какой ты сделал в этом направлении рывок? Как я сегодня увидел роман, роман, твои минус... Минус мануарайну зарплату твоей... Минус жизнь. Собственно, да. Это не моя козырная карта. Дима у нас играет в фильме «Майор Гром, Чумный доктор». Играет Олега Волкова. Олег Волков — это такой замечательный персонаж, который появился в 25-м выпуске комикса «Майор Гром» и запомнился многим фанатам, и полюбился, и много про фанфиков про него написано. Мы обо всём Бэтт Прайтом поговорим. Вот сейчас всё-таки хочется рассказать больше о тебе, поговорить как об человеке. Потому что ты крайне многогранная личность, и столько позитива, как в тебе, я очень редко вообще где встречаю. Обычно, знаешь, ты видел сериал «Друзья»? Ну да. Как все хорошие люди, наверняка, видел сериал «Друзья». Только плохие не смотрели сериал «Друзья». Там был такой персонаж Алика Болдуина, который был мегапозитивный, который радостный. Вот ты мне вот его напоминаешь в своём таком радостном таком настрое и доброте душевной ко всему абсолютно. Я ни разу тебя не видел в таком негативном настроении, в каком-то отрицательном характере. И что бы ни случилось, ты всегда вот даёшь улыбку. А, ну слушай. Это ты с нами такой мягкий или по жизни? Расскажи просто. По жизни просто... Слушай, у каждого бывают какие-то проблемы, и у каждого бывает там плохое настроение. Но мой взгляд на это, что ты не должен его кому-то навязывать. Ну то есть очень часто человек, если у него плохое настроение, приходит, и мы, если в коллективе, все начинают на себя это примерять, и у всех всё падает. Токсичность такая распространяется. Ну не то, что токсичность. Мне кажется, человек же не преследует каких-то целей всех под себя подмять или, чтобы всем было плохо. Просто он действительно, когда ему плохо, он источает эту энергию. Мне тоже бывает тяжело, плохо, я устаю. Бывает плохого настроения, очень плохое настроение. У меня редко бывает. Но я тоже не солнечный... Я понял, кто. Я не сказочный, но... Чтобы не понимать, что всякое бывает в жизни. Ну как-то ты давишь себе это негатив, или как? Или ты просто закрываешь в какой-то ракушке? Что у тебя? Да нет, просто мы с вами встречаемся в основном по работе. Да, это правда. А работа для меня это удовольствие. Ну потому что я не вижу смысла заниматься профессией, если она не приносит тебе кайф, особенно этой. То есть я за кайфом сюда пришёл, и пока мне эта профессия кайфа приносит, и я ей буду заниматься. Алиса, включи, пожалуйста, песню «Обстановка по кайфу». Пожалуйста, Алиса. Просто Алиса, не надо. Если ты здесь есть, а тебя здесь нет, но всё равно не надо. То есть ты вот стараешься просто быть таким... Подожди, а вот ты... Не старайся, ты как бы... Человек старается, это когда ему трудно что-то даётся. Он старается. Мне-то трудно не даётся, мне просто... Тем более очень много всего происходит в жизни, что приносит действительно радость. Нужно понимать. А ты успеваешь настоять, ты говоришь, с нами встречаешься по работе, а ты успеваешь вообще на какую-то жизнь у тебя есть время там с друзьями встретиться, или всё, работа, театр, и больше семья, или вообще, когда Дима Чебутарёв отдыхает? Когда спит. И долго, и долго. Ну, поскольку ты чувствуешься, конечно, бывает по-разному, тем более с маленьким ребёнком, бывает очень по-разному, это нестабильность. Кайф, когда зубы режутся, да, это самое лучшее, этап прошли, поэтому сейчас уже полегче. А, отдыхаю, да как, найду, как отдыхаю, вот у меня есть семья, вот там я отдыхаю, а в основном, друзья, это тоже же из профессии. Ну да, вот я про это игра заговорил, да, что сложно разделять. Задаю, да, 10 человек, актёров, собрайте, чтобы мы не разговаривали о профессии. У нас один раз с женой такое удалось, мы поехали на отдых на неделю, и мы помним, что за неделю мы ни слова не сказали о профессии, ни слова. Но это, наверное, потому что это жена, и нам есть что-то другом. Это очень круто. Расскажи вообще про свой актёрский стаж, сколько ты вот, вот у тебя жён очень большой. Да нет, как бы, ну как, ну как, ну не год, не два, ты играешь, знаешь, ну, слушай, путь был тернист, путь был непрост, как, ну, для меня он был непрост, другой, можно сказать, что, старик, подержи мое пиво. Чем он без пива, кстати? Говорит за себя. А, у меня тоже не понятно, что я сыграл, как он сыграл, как он сыграл, как он сыграл. Да, был первый институт в Хабаровске, я из Хабаровска родом, прожил там до 19 лет, был первый институт, режиссёрское отделение, прекрасные преподаватели, Вадим Владимирович Паршуков, Татьяна Ивановна Якимчук, муж и жена, замечательная, режиссёрная актриса, большая. Я проучился недолго, полтора года у них, а потом уехал в Москву поступать, но за эти полтора года они мне очень много дали, очень много, очень привили, можно так сказать, потому что я был шальной с улицы, пришёл, реально бегство от скуки было. Мне было делать нечего, я закончил военно-морской лицей, я сдал экзамены в высший военно-морской институт, не поехал на присягу за две недели там, короче, не поехал на присягу, не поехал на присягу, я стоял перед взрослой жизнью, не понимал, что мне делать, какие-то там подработки, настройки, ещё что-то. И у меня были друзья, которые играли в КВН, я тоже тогда что-то поигрывал. Они учились на тот момент уже в Институте культуры в Хабаровске на режиссуре, я пришёл к ним, говорю, ребят, скучно жить, скучно, где у вас весело, вы весёлые, вы где-то учите. Вы КВН, да, у вас весело, весёлые, находчивые, давайте. Да, они говорят, ну вот, мы учимся в Институте культуры, я говорю, где весело? Они говорят, ну вот мы на режиссуре у нас весело, иди поступай на режиссуре, я пошёл, поступил на режиссуру, и потом приехал мой друг. Стало весело? Стало достаточно, да, да, какое-то бегство от скуки было, удовольствие какое-то получал, не какой-то, я получал удовольствие от этого. И потом что-то начало получаться, приехал мой друг, который уже за два года до этого ехал в Москву, поступил во МХАТ, предложил поехать, я сказал, что я там никому не нужен, сказал, здесь никому не нужен, в итоге попробовал, и вот оказался в Москве в 2006 году. поступил в институт 10 лет 4 года отучился на четвертом курсе попал в театр короче сниматься я начал 2016 приехал 5 лет уже 2016 ну грубо говоря нет сниматься короче играть те роли где я не умирают передозы у меня не убиваюсь первой серии я начал 2016 до этого это были вот я в массовке пару лет проработал ну короче я не надо хотя бы были у твоих персонажей или нет и ты выходил с их вы думаете они же все человек в титрах который умирает всегда есть но назовем его антон наркоман один а его назовем антон какая разница антон антон умер наркоман 1 наркоман 2 да если сейчас я читаю сценарий как бы а в массовке массовки это же просто ты человек на третьем плане суши ну скажи а вот тебе помогало или мешало твое некое визуальное сходство с одним иностранным артистом какой момент она появилась его стали замешала не помогала потому что это просто ну не как бы территория шуток я просто знаю что да да не я кушев он прямо реально бесится уже в какой-то момент что вот его сравнивать гослингом меня это не бесит не злит не радует этого мне не вызывает никаких пограничных эмоций это просто есть данности когда в россии об этом мне говорили ну нормально мы смотрим голливудское кино мы по-любому какие-то параллели все время логично это в россии очень любят сразу сравнивать наши этот этот наш этот это когда мне об этом сказали непосредственно в голливуде в лос-анджелесе мне чувак сказал совета ты очень похож на джека джиннхэлла я буду приплыли если там об этом говорят знать действительно что-то в этом есть причем у меня ты не хочешь сняться в донни дарка дублером 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 ахс как я сразу причем причем у меня с возрастом менялись эти ассоциативные ряды просто сначала это был гарсия берналь просто я выйдет там другая стрижка еще что-то и тогда вышел с любовь был какая-то на волне берналь потом появился джаред лето я ходил с длинными волосами все логично голубые глаза все джаред лето но потом появился джек джиннхэл видимо с возрастом я вот как на джиннхэл холл же тоже он когда отрастил бордо он власть он же тоже был мальчиком я считаю что это джамасе похож на диму соглашу они дима чем утром название и скажи же кто круче мистерию или олег волков просто давайте сравнивать у нас нет пистолета и волкова нет аквариум это тоже точно расскажи про свои что это у пробы учеба в штатах что это такое было это было было учеба это было учеба есть голливудский коуч известный на весь мир иван начабок она привела к оскару холиберри холиберри получая оскар за балмонстров поблагодарил ее со сцены она работала с джимом керри с брэдом питом с джеймс франко с шарли стерон с с сильвестром сталлоне то есть она такую прямо разброс их его личности в разные за вот она такой вот коуч и к ней вообще нам не просто до попасть отбирает как-то получилось так что я у нее учился на преподавателя на коуча я учился преподавать ее систему она открывала школу в москве открыла ее благополучно и в первый год поехал один актер наш отучился на коуча на следующий год поехал я его мое образование процесс обучения заключаться в том что я также играю в классе в актерском но помимо всего этого я еще полностью погружен в теорию я постоянно тусовался с ней просто у нее дома в кабинете везде где где возможно было нам что-то изучить задать мне какие-то вопросы и получить ответы везде мы встречались и это делали вот это родом прошло там это на самом деле не очень не очень много времени заняло полтора месяца этом пробыл контрами со в штатах это довольно такой серьезный срок вот вот и поиграл и в русском классе в американском классе поиграл это правда что там все уважают систему станиславского и ну и и называют станиславский в юбке она действительно взялась и сласку какие-то вижу она высушила ее абсолютно оставила факты действенные разработав свои 11 12 шагов инструментов и она если у станиславского да он приводит очень много примеров из своего времени например как он репетировал отелло да как он искал глаз как он искал парчу для костюма то это невозможно посмотреть мы можем сколько угодно верить надо щепкин был великим артистом но мы не можем это проверить она это сделала упор на то что ты можешь найти в интернете и посмотреть я раскладываю этой роли пользовался вот этими инструментами вот пожалуйста смотрите вот там реальные примеры да можно посмотреть изучить сравнить интернете на и посмотреть что как это действительно работает и то есть ты получая теорию она не остается для тебя теория ты мы видишь как-то реально практике воплощается вот-вот поняли вот их актером быть это вам не хухры-мухры это учиться надо много вот вот и я преподавал пять лет ее системы сейчас у меня тебя будут онлайн-курсы не только до конца апреля нет записывайтесь на мои семинары я могу преподавать ее систему только у нее в школе ухтыка это прям контракт рогму мощно эти летний контракт был сейчас он закончился и сейчас к сожалению у меня нет я же еще преподавал щукинском институте я как оказалось там за 100-летнюю историю щукинского института был самым молодым преподавателем и место в 25 лет и на на именно на преподавание к сожалению сейчас не хватает времени потому что ну для меня если ты преподаешь что должен быть полностью вовлечен ты не можешь приходить и сейчас я вам расскажу ребят как ты готовить умеешь дим готовить а вот начал учиться вот сейчас у меня начали если бы я чего получать тебе было 18 летней девушкой я бы просто так визжал сейчас просто на вы простыми же и да да прекрасные прекрасный парень такой и красивый и да просто уау просто вау динты потрясающе расскажу о волке к сожалению не знаю кто передал мне его но этот подарок прекрасен а он в кайф в куртке последователя как надо с кулонами и он сегодня с нами спасибо спасибо неизвестному автору спасибо это очень приятно с этим будет играть моя дочь вот ты прям подвел прямо к моему следующему вопросу благодарить да спасибо ты прям как будто чувствую вопросы заранее смотри вот такой вопрос я сейчас сказал что ты очень очень талантливый очень умный красивый обаятельный парень в самом расцвете сил и еще так на лет на 15 так и будет как минимум надеюсь но при всем при этом у тебя в социальной сети жизнь такого знаешь такого семенина такого крутого там здесь женой с ребенком не мешает ли это тебе в перспективе наращивать аудиторию фанат фанаток или фанатов которые знаешь есть такая вещь что например девушки например красивые которые в инстаграме ведут свои блоги они никогда не взял фото с парнем да они никогда не выкладывают фото с парнем потому что как только они выложат фото с парнем парни который подписан на нее они сразу отписаться потому что у них теряется какая-то эфемерная наш один на миллиард возможность с ней познакомиться замутить еще что-то вот-вот-вот мне кажется мы в твоем инстаграме много фото с парнем почему-то тоже почему я не хочу своего парня полить дорожил вот-вот как ты думаешь мой вопрос я понимаю смотри после вот америки да мне произошло переосмысление грубо говоря мой ребрендинг актер это бренд и ты его должна уметь преподнести так как ты считаешь это нужно бы чтобы занимать какую-то нишу какую ты считаешь что ты в силах и в праве занимать на том этапе да у меня были в основном фотографии именно такие вот что я хочу донести до до людей кто смотреть что что в какую в какую мишень я хочу бить на данном этапе если кто-то если кого-то смущает то что мои соцсети появляются близкие родные самые родные мне люди пускай отписываются я понимаю это офигенная позиция но я имею ввиду то что ну чисто на стратегическом уровне каком-то это не дает тебе возможность соотношение у меня 80 процентов работы нажмите больше наверно и есть семья семья это то чем это тоже то же самое это то чем я живу ну то есть я не могу если я я хочу быть честен если я хочу быть это мое кредо то есть я хочу быть честен и просто пассивно то грамм то что ты любишь семью и работу ты же любишь работу да и земля то есть это просто от отражение твоей я хочу и честен это очень круто то есть я то политика быть тайным я то политика быть зала дашь на персонажи санажем чья-то политика быть честным моя политика быть честным ну поэтому я не вижу смысла если кого-то это отталкивает но значит нам не по пути просто удачи и счастья и здоровья твоей семье твоим близким дочери у тебя очень классно дочка да мне повезло она нас выбрала и мы каждый день удивляемся вот такой подарок в такой подарок небес это это какое-то чудо по-другому это не просто по-другому не назвать это чем-то у нас удивляет каждый день это у тебя есть такое ощущение что она подойдет тебе скажет папа убей вон того человека ты пойдешь и сделаешь это не задумываясь вообще абсолютно нет нет я сама так не скажет мы стараемся ты понимаешь чем я говорю что вот 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 ради этого маленького ребенка ты сделаешь все что это да это да у нас теперь стало самым умилительный баба подкаст вот мы всем про добро просто любовь говорим мы живем вообще не огромную семью ты мне рассказывал что у тебя есть но она это да про твоих родственников дорос и не рассказывал что я сайма нет никак у твоего друга антона его ближний круг а у меня вот второй третий там порядка около там 200 человек там дима есть дима есть чат на 200 человек родственников расскажи пожалуйста не 200 около того но суть в том что у моей бабушки было шесть детей у этих план да да у этих шестерых детей почти у каждого по трое у почти у каждого по трое я в детстве реально считал что если в семье не трое детей двое например непонятно что они почему не пришел третий если один ребенок где еще позже гости да где чего играть с одним-то реально я в детстве так считал потому что я не понимаю что везде по трое у меня было несколько таких в детстве потрясений когда например мы с моим двоюродным братом с которым мы потом выросли ну то есть ближайший мой родной человек мы с ним дружили мы были друзья 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 и потом нас посадили в один момент сказать вы братья нас мир рухнул кгп то есть мы не сможем дружить как мы же друзья какие братья ребят подождите не вот как-то и родственники они как-то разбросаны по всей стране есть родственники в германии то есть они и есть люди которые я уехал из хабаровска 2006 году это уже 15 лет назад я там последний раз был наверно лет десять назад и то есть понимаю что когда люди которые я уезжал когда из хабаровска им было например по 7 у нас не было . нас ему 7 сейчас то есть разванного и у него уже свои дети и он уже женат или замужем и это взрослый человек и я и у меня в голове указать ты кто ты же ты же семилетний ты же должен быть ну то есть понимаешь как говорят что у любого родителя ребенок запечатляется в каком-то определенном возрасте в какой-то определенный момент психологически и даже когда он становится старше ты все равно если ты не вспоминаешь первые у тебя вылетает вот эта картинка и также наверное вот с людьми которых ты долго не увидел что ты реально там давно не был получается да то есть ты когда ты поедешь туда видимо уже с оказии на на показ майору грома до того как мы все конечно хотим побыстрее перейти к майору грому расскажи про какие-нибудь свои другие проекты как где еще смотреть дима чуба я могу рассказать я большой фантазия я большой фанат инструктора по йоги который офигенный герой не очень забавно что смотрят этот сериал моя мама и артем вот такие люди лучшие люди самые лучшие люди которые окружают видимо приятно мы сейчас снимаем пятый сезон никто не ждал мне кажется настолько про сезонов продлят до 5 сезонов подряд я не знаю как бы даже таких разговоров не буду то есть когда снимали сезон он заканчивался фразой продолжение следует ну история просим и сама пиза она начала разрастаться а сейчас что выйдет мы выходим в апреле до подкаст выйдет в апреле да мы уже считаешься же мы уже вышли а вы уже вышли а вот за месяц до нас выходит сериал вампиры средней полосы если кто-то еще не посмотрел вперед гол смотрите вампиры средней полосы я думаю что это будет что-то прикольно должно быть класса клево как бы ты описал этот проект он мистический приключенческий арт-хаус ну что там больше хоррор ром он называется вампиры средний да я я понимаю я сегодня вампиры живущий в смоленске так мне кажется все заложен от маке мэн 3 просто я когда мне спрашивать что-то что за проекты вампиры средней полосы смешно все больше вопросов нет ну то есть как бы люди все они уже все все же вы же его достаточно долго делала дачу там переснимали насколько я помню там за да и до случаясь замена артистов сначала сняли пилот там же сначала был стоянов насколько я понимаю потом его поменяли на 6 сняли пилот потом почти год шло другие другие дни от нее а все больше до начала съемок сезона и когда вот и за год уже что-то поменялось у артистов вместо него был михаил олегович и мы сняли почти все смеха в этом случился карантин драматичные события и вот потом опять в итоге вернулся стоянов которому означает в пилоте да ну смотри но это какая-то сможем о не судьбой же муран говорит фамилии ефремов у нас на подкасте да просто рома так замолчал вы как-то я просто пытался понять как вообще она там смотрит то что видимо но я хотел бы я хотел продать 2 3 типа 2 секунды а смотри вот вроде он он сидит да сколько он уже сидит несколько месяцев точно да ну а фильм продолжать с ним выходить то есть насколько он первым снимался сейчас уже вышел в артай галактики сейчас выходит к нему полет а не горбунок сейчас выходит вам вампиров до соответственно будет то есть как будет это же это как вообще работает на сколько сколько времени назад он снялся что это до сих пор у всего просто особенность кинопроизводства вспомни когда мы грома сняли как бы слышал я уже сейчас вышел вышел сериал взрыв да 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 там вышел на платформе на тнт премьер мы снимали 4 года назад он только сейчас вышел и это даже не карантин как ты сейчас еще этому смотришь и думаешь ох переиграть бы это сейчас четыре года спустя ну что-то там по-другому да по-другому что ну как бы мозг меняется как-то скиллы меняются и ты понимаешь что где-то ты там не очень там а что из будущих у тебя проектов карамара играешь вампира это фэнтези да это фэнтези вот у него жанр стоит фэнтези хотя это историческое вроде историческое action фэнтези ты там тоже вампир то есть два вампира подряд два из двух нормально не подряд полгода но смысле но все же они сделать ли нам олега волкова вампиром все кроссоверс без собой круто то есть к и и и мы как я понимаю еще мы где-то где-то должно где-то должен где-то должен появиться ну да он должен был как и многое другое в конце прошлого года выйти но потом была зима потом благоу весна сейчас сейчас вообще не по новой информации не знаю 8 вообще от мы мне кажется большое достаточно ожидания у людей в принципе все для того чтобы ожидания были нигде договорилась уже в кому другом подкасте что многие фантасты американские зарубежные вдохновлялись заметили то есть настолько глыба но подводя итог короче проектов у дима чего тарева много надеюсь будет больше обалдеть в этом году мы этого еще театр друзья можно смотреть практически каждую неделю надо вживую я все жду как надо за ограничение снимут да и вот расскажи тогда про электротеатр потому что но скорее всего смотрят люди которые возможно из других городов которые в москву могут поехать специально ради я даже думаю что судя потому что иногда меня встречают на служебном ходе приезжают люди надеюсь что люди из москвы все-таки что не из других городов потому что мне всегда жалко когда люди едут далеко тратить деньги а там замена а там бывает да вот я знаю люди приехали а у нас отменился спектакль это как-то еще в этом спектакле играет антон лапевка выставляете что сколько людей там стоя не взял служебного входа да просто тогда расскажи чем электротеатр отличается ну от любого другого театра что у вас действительно достаточно экспериментальный и подход к репертуару и к вообще к постановкам ко всему вот я думаю что для кого-то кто к тест к театру мало имеет отношений мало знаком мне кажется будет интересно если ты подашь электротеатр кроме на название до электротеатр отличается как угли от электроугли нет электротеатр во первых это историческое название она была возвращена нашу новую художественную руководителя потому что раньше электротеатрами назывались кинотеатры все кинотеатры вот на река театр художественный в нашем здании был электротеатр арс это кинотеатр на базе которого станиславский организовал оперно-драматическую суде и когда пришел наш новый художественный руководитель борис юрьевич ухананов он решил вернуть название электротеатр историческое и станиславский как 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 он был драматический театр станиславского вот и сделать уклон как раз на оперно-драматический то есть у нас идут и оперы и драматический спектакль очень много экспериментов очень много что что мне нравится в нашем театре то что каждый спектакль создает мир не похоже на созданные до этого почти но можно сказать не ни разу мы еще не повторились и каждый может найти по вкусу по по потребностям души и эстетического восприятия что-то для себя посмотреть репертуар и есть и зарубежный режиссер русские режиссеры российские более известны и менее известные совсем молодые малая сцена вообще напичкана спектаклями сделанными учениками борис юрьевич очень на любой вкус и действительно много какого-то свежего дыхания много современных прочтений у вас необычные постановки такие я видел да у нас есть у нас есть пектакль который идут по три дня 5 дней то есть покупать абонемент и приходить три дня нельзяать можно выходить можно конечно и контракты они не с утра до вечера есть которые идут с утра до вечера пять дней как золотое силу или там грунтовый был у нас там панк макаром панк макаром и орфей она поможет длится владивосток москва практически поезд очень такое знаешь что владивосток москва подольше и сколько он идет семьи 7 москва хабаровск шел раньше владивосток мне кажется в это время уже знаешь можно породниться с кем-то нет я ездил я ездил пять дней не до москвы договорен красноярска по моему и суть в том что не так много людей едет весь этот путь они меняются да они меняются твои истории не меняются а попутчики меняются слушатели и ты просто отрабатываешь как бы у тебя к москве пул самых классных историй оказывается те кто едут больше они уже прослушали лучше ну да потому что потому что вопросы ночью ну ну главный учет и вы через батареев лучше меня с другой стороны что жизнь просто люди появляются люди нападают из жизни как бы лучшие хиты они остаются живешь дольше да кто-то просто не у них заказал да не участвовала на поиск комплекте слава богу цивилизация пришла я помню я ездил на поезде киев-москва в плацкарте это самые незабываемые два дня моей жизни были всего-то два дня там спроси два дня что такое было да там и один раз на боковушке на них мы поехали на гастроли в швейцарию женеву поиграли там спектакли и шесть человек помощь 6 ирка горбачева 6 человек 6 человек остались еще на один день потому что мы участвовали в творческом вечере владимир браунчевая туша там в женеве замечательный артист играл в кавказской пленнице так вот и в эту ночь когда все улетели а мы шестерова остались взорвался вулкан ехалия вот это и его и пепельная самая длинная твоя история сегодня пепельная зима покрыла всю европу и там что по самолету же не витали самолета не летают поезда перегружены мы шесть человек женеве под ядерным просто и у вас есть делю вас есть веская причина не летать не лететь никуда да у нас есть веская причина не двигаться никуда вообще просто сидеть в женеве мы ездили на шашлыки во францию мы снимали лодку по женевскому озер ну короче вот на 6 человек нам помогают деньгами студенты у нас денег своих нет нам помогают старший товарищ педагоги помогает вот мы неделю сидим сидим а там спектакли отменяются отменяются просто стали шесть человек все кто играют главы играли главные роли в москве спектакль там понимаешь мы это были это по даме и я у ели и плакать и бродили по лугам просто нам сказать ну все ребята уже невозможно терпеть вы выезжаете на автобусе и 58 часов мы на автобусе ехали до москвы с но с остановкой водители один на работает 8 часов другой 8 часов и потому надо поспать еще восемь часов и эти восемь часов пришлись на центр праги и мы еще в праге это фартанола называется про и людям и мы в праге еще 8 часов а я до этого уже был в праге я повел людей на экскурсию показывал собор святого вида как мозг ну все что знал танцующий дом повел в пивнуху где самое вкусное резаное пиво ну провел ребятам экскурсию и вот но вот эти 58 часов сложных были как бы скрашены остановкой центре праги к нам приехали у нас брали интервью и телевидение вы что вы застрявшие застрявшие решили рассказать как нам было тяжело как мы переживали эти невзгоды на самом деле до резаной пиво это чертова женевское озеро но это было круто это было круто по поводу этой долгой долгой дороги ну то вас комиксах есть такое вот понятие что как удача олега волкова и мне кажется вот что дима в какой-то степени вот в этот момент проявилась у него вот эта штука да тоже потому что так удачно застрять это когда еще еще у нас виза закончить нам их сразу продлить на все на 5 лет на очень класс грин карты не выдали походу я начинаю подозревать что это вы затеяли извержение того экрана слушая не настолько всесилен настолько всесилен окей как раз там и все сильные люди так и говорят давай перейдем к давайте куда хотите перейдем перейдем давай давай волкова все про меня узнали все что по ходу еще возвращаться мы знаем где ты живешь ну кстати нет ну кстати ладно я знаю твои мерки хочешь мне приготовить деревянный макетаж художник по костюм за все отчитался да собственно расскажи пожалуйста как-то узнал про проект мэр гром чем на доктор вот вот со своей стороны а благодаря разлетевшийся как вирусное видео короткометражки моё гром потому что его все репостили все друг другу пересылали это был реально хлопок в фейсбуке ну я помню тогда потому что вся индустрия наши все друг другу это показывают и тогда надо меня и дошла я посмотрел это годно это круто это делают русские это делается в наше время в нашей индустрии это клево это клево я увидел и порадовался и потом решил посмотреть что это кто это кто эти люди да также это оттуда я узнал про нескими на подкаст через несколько лет оттуда я узнал про существование бабу но про существование российских комиксов то есть это это для меня было то есть для меня в россии то есть как будто открываешь шкаф а там нарния да да культуры комиксов россии не было до этого момента я даже не знал что она что она есть что она так развита что столько любителей обожателей косплееров фестивалей то есть это было совсем далеко то есть в моем как бы в моем кругозоре этого не присутствовал и после этого я начал читать майор гром просто ты начал читать просто чтобы быть в курсе просто не просто мой книжный червь не позволил мне пройти мимо этого причем я прочитал только мою то есть вот я увидел майор гром я прочитал майор гром тем более сашу горбатого есть у которых работают да то есть посмотрел экранизацию ознакомиться оригиналом дима идеальный человек от которых который нужен и так вот узнав об этом пришло мне приглашение письмо на почту прийти познакомиться с продюсером майор громче мной доктор я пришел еще посидели тогда я почитал по моему роль стрелкова да я знакомстве потом меня в обеседен попросил помахать руками и выбить дверь я помахал руками выбил двери и мы расстались на какое-то количество месяцев да это было что это был наш первый 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 запуск может если можно так сказать я помню я вот пытаюсь вспомнить потому что я точно помню что дима пробовался на грома причем диме по-моему в этом такой сумму или начать на грамма это было это было же я образовался на волкова и потом вы дали мне да и дима за буквально пять минут он вы дайте мне пять минут я все прочитаю дима все выучил все рассказал офигенно сыграла это это да но но взяли тихона но на тот момент слишком долго искали не на тот момент я я сейчас могу я могу ошибиться давно знал тихо нам он бы нам сразу рассказать как бы что есть тихо слушай это 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 ваша как бы я не знаю чья это гениальная мысль с просто граничит с идиотими же как в анекдоте ребята просто постригите его черт так можно было да то есть тихо не у меня ни у кого-либо из друзей не никогда бы в голове не ассоциировался с майором гром все время одуванчик в этот микрофон то есть сколько я узнаю все время вот такое еще в институте знал он был худой стройный трогательный нежный понимаешь алёшка алёшка такой да да и сказок но их два на курсе к бы он и саша солдатки сошел даткин богатырь такой богатырь а этот был алёш вот и поэтому я бы не просто даже никогда бы мне в голове эти полу не сложили но надеюсь они сейчас сложились у людей я помню что нам очень понравился ты на и на грома и на волкова но в тебе было больше загадочности которая была присуща была нужна а у грома он такая довольно прямолинейная такая такая шайба которую на все а у тебя вот а больше такой вот энергия такая на станис но голосом еще панга да потому что классно мы еще просили я помню долго фотографировали как дима сидит курит мы просто пытались вот тогда помнишь эту придумку с волком который курит и мы и дима долго сидел вот в так и таких позах там была курить и было как будто вспоминаю войну да 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 все при дыхании вот эти все ну да вот но и плюс дима сразу подготовился он пришел дима он знал куда он идет он знал что все я на все делаю всегда это моя как это моя небольшая я не знаю не скажу что хитрость но я так делаю всегда потому что нужно облегчать людям работу ну потому что если представить помогать сами если приходит тихо пробоваться надо дома вот с такими кудрями очень сложно поверить то что этот чувак может быть вот вот в этом все и проблемы как бы просто мы-то приходим то есть я прихожу ну я прихожу один сам по себе а до меня у вас уже было 100 и а я прихожу для того чтобы после меня уже никого на самом деле нет 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 я не буду что вот когда кастинг идет мы в тебе практически сразу влюбились и даже потом да мы говорили что у нас было два периода но соответственно с первый период от подготовительной по с которым мы там на долго время все зарубили и потом уже когда электро филами китаев как бы все перевернулись немного да и они много что заменили но вот наш изначальный выбор это тебя серёга горошка и помолись и константин шмаклаков да прокопенко вот вы прям прошли с того момента и да в итоге до нынешнего момента сейчас еще был такой момент что когда на проект пришел электро фильм мы же уже ну практически были в стадии подписания наговоров да 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 и я говорю олег вот ты делаешь уходишь на на куски я помню я помню диму чебутарёву сидишь горошку я тебе не отдам но встретиться то я могу хотя бы с ними все хорошо все хорошо все это убедило и это правда потому что я не за что мы сидели с артёмом говорим так ну окей это этого убрали это убрали этого тоже заменили этих нет ни на что нет 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 мы слишком слишком уже прикипели уже просто все да спасибо давай для людей которые может быть еще сейчас не посмотрели фильм потому что у нас будет часть о спойлерами мы заранее будем предупреждать вас когда мы мы наконец-то выплеснем все мы перейдем в спойлер ную сменится голубой свет на красный как у меня у меня с дочью мою отдали на балет и она называет это балеринная блинная это балеринная то есть это были также у нас есть спойлер на сколько находит уже до две недели они на фантазию надо на внимание они нет и там сидят в птичке тянутся что танцуют роков и есть как но это это скорее для просто саморазвития или это какая-то профессиональная штука на данном этапе это саморазвитие точно сама решит а потому что так же я хочу и на футбол отдать а угоч круто очень круто а вообще вы в твой чуть-чуть очень хочется поговорить про семью а вы как вы к китайские родители или вы как больше европейские родители но знаю да в чем разница он нашел время для истории китайские родители но это это есть и здесь так же керами называется китайская мама это которая мама которая знаешь если у ребенка было бы 25 часов в сутки до она будет 25 час нашла куда запихнуть что вы там он учит то есть постоянно требуешь еще 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 и туда и на футбол и там и математические классики ты все вот в в этом плане больше китайские родители или европейские которые там ну вот как-то выбери что хочешь нет мы абсолютно свободу за уважение то есть мы ничем не пичкаем ничего мы только предлагаем то есть мы отвели на вам в бассейн ей не понравилось бассейн на первом же занятии все я не за чем мы создали ребенку это не приносит удовольствие особенно данном этапе взросления нет смысла ну и вообще в дальнейшем и даже ну понимаешь мы даже когда она была совсем вот сверточек и там должен был меня памперс мы и говорили мы тебе сейчас поменяем памперс можно чтобы не было вторжение то есть в ее лично то есть как бы вот я сижу сейчас заходит человек начинает на мне менять штаны менять в менять одежду а на съемках такое может быть нет я же этого уже не позволить а так вот просто представляешь да и и также вот как бы мы пытаемся есть и ваши обращаться и поэтому также здесь вот она сейчас пошла на балет может быть к выходу подкаста она уже будет ходить и на футбол но только вот сейчас в плане развития очень развитие но дальше она только цска только дальше она сама уже определиться устава болеть на только за цска у него в ду дома было именно в плане боления у нее нет выбора как гилл форд который говорил что вы можете выбрать автомобиль ford любого цвета при условии то что этот цвет будет черный дочь ты можешь любые боли за любую команду при условии то что это был сандартам бортаны клуб армии красный есть участка хабаров да но кстати я воду у меня две команды триумфальные на футбольный больно с к хабаровской и цска гуская хабаровской хабаровской за них не могу не болеть и оттуда родом это они мне подарили вообще футбол я тренировался в их системе и через них я перешел на цска и сейчас как бы цска и сейчас они 21 февраля играет между друг другом в москве на кубок россии надеюсь у меня будет время рода сходи смотреть да давай немножко про волкова каким он тебе показался при первом прочтении ну вообще истории и комикса и сценария и потенциал персонажа который ты сразу увидел и что по-твоему в нем привлекает опять же людей ну которые делают такие прекрасные вещи которые рисуют пишут тебе я когда ну на начну с людей которые это все пишут присылают дарят был поражен тем что именно у этого персонажа такая армия потому что человек но персонаж появляется там получает самую трагичную смерть это был козырь и дальше тишина а потом появляется не да не нет не не спрашивает ничего а спрашивает как ты лечил моего друга и его цитирует и сра и и исправили даже сразу о том что для него это важнее чем предательство ему главное сейчас друга вытащить а дальше может быть наверное это вот эта преданность и это этот туман таинственности человек ушел ниоткуда ушел в никуда пропал появился опять нет вот именно вот эта загадка наверное и привлекает привлекал привлекла меня и что я там увидел людей кто за ним следит наверное все таки какие-то еще и вот эти волчьи вайбы которые заложены в рисовке его преданности то что рисовка шикарно в любом там в любом исполнении какой было не было более более формальные до более схематичные или более прорисованы все равно когда остается это круто круто и теперь волчья тема она же теперь ты ее немножко ассимилировал прямо да и у меня очень много было связано с волком в жизни я помню ты должен чем миру пришел фильма с волком как там были просто мысленный волк которым главную роль сыграла моя жена и я пришел ее поддерживать с волком на призе там были нам бы там были волка понимают красного волкопсы и как бы я решил с ним сфотографироваться потому что это клево и дальше это пошло просто по моему как ураган твои там еще там еще прикольная вещь что фобс нарисовал вот этот человеческий торс из сама это были тизеры голова волка до того коллег появился в комиксе она очень любит делать такие зарисовки тизеры спойлер ну типа что вы еще ничего не поймете а я этим уже горю и как бы надо хочешь как-то выплеснуть эту эмоцию поэтому было на афиши мысленного волка сидел ребеночек обнаженный в таку в маске волка и то есть вот как бы что появились знаки много лет назад и появилась и поэтому видимо в сознании еще людей соединяю что это я имею какое-то отношение прямое к этому фильму к этому филе я не имею прямого отношения это фильм валерика и германики в котором моя жена лиза климова исполнил главную ну расскажи как ты вообще подходил к деконструкции и потом заново собирание образа олега волка потому что это же сложно на самом деле когда есть уже написанный в комиксе персонаж со своей истории с которой при этом не появляется даже в этом сюжете в саду и посредством я знаю про него очень много и тебе же придется придется как-то во-первых их ожиданием соответствовать и как-то их удивить еще вы расскажи это самое сложное и самое важное оправдать ожидания оправдать ожидания потому что этого не быть предсказуемо потому что я и так первую волну подвержен обструкции за бороду и голубые глаза и что до чего не такой и видел про комментарии просто тулу кавказцы и про все я это вижу тулы кавказец я что это не я случайно не может про тебя писали все это видел и понимал что предстоит большая битва за убеждение людей в том что я имею право исполнять эту роль по сравнению с тем с чем столкнулись ребята в мстителях или справедливости столкнулись со своими персонажами и когда есть фан базы которые которые на видишь просто который ранее которые или как когда как десят лет этим фан базу до или когда дедушки расследования человека на полусмерти избили то когда он вышел в кинотеатре с первого пола с первого показа последних в звездных войнов и сказал чем все закончится его просто толпа запина нам конечно полегче но все равно я понимал что это все равно тысячи людей которые этого волкова знают гораздо более лучше подробнее и больше чем я и знакомы с ним гораздо дольше он для них уже лучший друг старший товарищ кто угодно и я точно пока не вхожу в их в число любимчиков любимчиков тем не менее ты же очень многое сделал чтобы это изучить вообще весь за да я понял что я помню просто что ты приходил уже на вот те пробы в 3 до 7 сергеями и мы с тобой уже обсуждали вещи которых никогда не было в комиксах но которые были придуманы и картинки мы с тобой уже тогда там обсуждали ты говорил да я уже много чего посмотрел да и смотрю как бы да я да я как только я фанат подготовительной работы и когда появилась возможность попробоваться конечно я пошел к матчасти матчастью в плане волкова это все таки две книжки это да и фанатские паблики поэтому я об этом говорил говорю и буду говорить что я благодарен именно людям которые это пишут которые создают потому что там очень много информации заложено и я понимал что мне нужно спасаться я не похож на волка по физиологически и я чем могу брать я могу брать энергии я могу создать энергетический образ волкова могу создать именно либо пластический в глазах в бровях там до дублировать я там даже в некоторых сценах специально подсматривал фреймы и пытался дублировать мимику чтобы ну чтобы люди старались соединять это с первоисточником вот в такая была работа мне не пришлось внешне меняться мне даже не разрешили борту да ты знаешь что удивительно что ты не похож на волкова шел я не просто друг другу не разрешили просто не то что разрешили в тот на дело я хотел сказать что ты не похож на волкова но при этом у тебя настолько получился убедительный образ это вообще не важно потому что вот вот условно говоря наш рыба моей мечты как волков моей мечты да это тот я еще когда в глазах создателя весело образ переборол комиксный образ и для меня вот сейчас вот вот то что ты выплатил на экране я сейчас уже примеряю тебя смотрю на через призму твоего образа на комиксного волкова это очень круто и удаётся на самом деле потому что ну редко бывает такое что у нас и горошка сбежал из комикса у меня был за мой комикс от себя да и мне нравятся ваши вот эти шутки пасхалки с бородой у олега это смешно это смешно белый ладусный единиц человек кому мы и вообще никак не меняли никакую внешность в принципе на съемках потому что получается до маклакова мы добавляли усы парик но с тихона вообще не надо тихо ну да и меняли тихо на делах саши мы менялась до я люблю для любимого просто у меня просто образ хамелеон и ты единственный из вот основного состава персонажи фильма которая вообще никак свою внешность не не менял потому что у тебя все это настолько органично я помню нет я помню момент когда мы что-то начали говорить про типа линзы типа кариеватная дима просто вот так вот вот посмотрел да он говорит но мои глаза это же все что я есть я помню этот просто и как бы и все первая смена мы что-то идем я чуть скажу да ты ческому мы думаем что-то про линзы и я сказал вы хотите это отключить ну потому что если заставляешься глаз глаз умирает глаз умирать и более карие ну да логично дырки особенно в кадре получается очень темно ты помнишь ту первую смену да даже казино да 1 небольшой спойлер для для всех кто и для тебя тоже не вышло у нас у всех вот вы едете я не вру у всех артистов а вот основ основного плана который у нас есть фильме я даже не вы не разделяю главный второстепенно я считаю что все артист основного плана потому что они настолько все гармоничным друг другом сцеплены в связке как папа к кусочке пазла что там есть только тихо на все остальные вот реально это все большая глыбы то есть там нет море мелких более важных ролей или менее важных вот у всех артистов основного плана все первые смены были либо сокращены до минимума либо вырезаны из из основной из основан из основного монтажа но который обязательно вернуться либо пересняли бы пересняли но который вернется естественно в бою в полноценной большой решетка вес на три часа но вот реально все я не шучу у всех у тихона у любы у саши у сережи у тебя у маклакова алексея константиновича только у меня не вырезана моя сцена она есть спасибо мы уже начали называть это проклятие первую проклятие 1 потому что вот реально почему-то но именно который снимает причем они все по разным причинам были вырезаны что такое а что там вырезали а у пощечину вот это вот вуду вот разговор на кухне он вырезан да он вырезан поэтому там было много разных причин но короче вы понимаете за что мы это пишем до проката я смотрел фильм я не смотрел ну чё мне кажется мы кажется мы сейчас вот конкретно сейчас мы уже уходим спойлеры когда хочется да не можем пока это было в это было в трейлере это все очень круто но я не помню почему то ли под похорону то ли потому что там куча событий цеплялась для того чтобы все это объяснить весь разговор нужно было подцеплять какие другие кусочки и в полноценной версии мы все это естественно расширим но вот в этой версии который 2 часа на 5 будет абрикат не переживай да вот вот в первой смены нету вот это когда я подхожу к нему с шампанским вот этого тоже да ну все остальное есть слава богу ты знаешь нам зима еще потом снимать много мероприятий если он уйдет сейчас как бы это будет нехорошо а как же там смотреть не там все остальное там все хорошо скройлеры пошли да не ладно давай потом обсудим обсудим но вот это очень странно что у всех абсолютно всех артистов все первые смены они у кого-то они просто не получились и нам пришлось переснимать у кого-то это слишком долго получилось например у нас была смена с с тихоном и сашей я не плыли на барже и она получилась просто ужасно даже в силе ну да мы и тоже из фильма вырезали весь трейлер самое крутое что ты смотрел трейлер уже дает который абсолютно новый в той точки зрения что ты не видел этих кадров понимаешь она до съемках ты еще и смотришь вообще сцены которых там не было никогда до офигеть офигеть дим но скажи про свой опыт съемок на проекте и мало ли тебе или достаточно было съемочных дней вообще вот что мало мало было до хочется больше да хуй но при этом вот эти могу сказать что вот каждый кадр фильме с тобой запоминается как последний раз поэтому повреждались чтобы чтобы за люди таки а я запомнила только а я запомнила только чтобы они запомнили отдельно что меня запомнили только в трейлере конечно хотят ну почти до в трейлере мы как раз тебя не спойлерим потому что основное сюжетные линии она прямо настолько усердно что она цена она не должна быть показана в трейлере ладно расскажи просто и свои любимый момент со съемок у нас потом уже видимо в спойлеры нарнем мне кажется мне вообще нравится этот проект у меня нет любимых моментов то есть и когда расскажи веселый очень ждал как не лестнице вот этих не было не было все как бы все по фану все все было в удовольствие то есть не было такого что а вот это я запомню нет вот что мне понравилось но это опять же это просто вопрос организации что все было все было под подчинено майор угром весь мерч все стаканчики все вагончики подписаны то есть все это чувство стиля то есть да 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 и чувствую что проект ваш собой такой такого уровня проработки и внимания к деталям я наверно почти нигде не встречал особенно меня снес просто вот реально снес проработка холодильника в холодильниках в кабинете у разумовского наполнение это не просто баночка кока-колы развернутые мы просто как бы не показываешь что это что каждая этикетка каждых снайков каждой баночки проработано придумано и это круто и в этом вот в этих деталях вот все и вот все и выражается и вот из этого мелкого можно раскрутить все всю серьезность отношения к проекту вашему ну что вы люди совершили первоисточник вы следящие за тем чтобы было все как чтобы них не было никакой халтуры чтобы никто не тем более все делается без государственной поддержки на это да тоже поэтому вы понимаете что свои деньги лучше тратить суммом дело сумму и чтобы ничто не пропало но при этом что всем запомнилось видишь да но я говорю что и вот этот вот этот уровень как бы вашей вовлеченности и вовлечет всей группы то есть меня не было никогда такого что огромный open space заходит режиссер и два актера все остальные выходят потому что им нужно порепетировать ну это требование олега да так это очень круто и вот как бы вот из таких мелочей складывается только уважительное круто ощущение именно из-за таких мелочей мне жалко что у меня мало съемочных дней хотелось возвращаться туда фантазировать творить придумывать что я помню что олег всегда когда то количество что вот чтобы покидали комнату олег первый раз говорит выйдите все пожалуйста проходит 15 секунд если еще никто не вышел он он очень великий красимир говорим про красимир красимир там не забыл человек которым я по утрам бегал по перри по периметру парка за которым ты бегал хотя сколько тебе лет сколько ему ну да вот вот такой мужик такой крепкий он не очень напоминает но у деда который который тоже был крепкий который мог вот так вот гвозди пальцами я обожаю но я обожаю архитектура обожаю живопись скульптуру и когда ну вот я вижу барельеф да в кабинете разумовского рижут боттичели или статуи все это во мне наносит мне эстетическое удовольствие дима ониченко тоже потрясающе оператор я когда увидел вот этот я даже написал в инстаграме я не думаю что это так как выглядит потому что ты сможешь а ты же ну это же понять это же кадр из фильма то есть это не просто на сфотографировали и как бы а этого не будет как некоторых сетки вот прямо зацепила я чувствую потому что сейчас то еще простите меня февраль а поэтому а это реально же кадры из фильма это получит понимаешь что это же там через золотой сечение ну как бы заморочились и очень круто многие многие крутые вещи только только вызывает восхищение я надеюсь что мы можем чтобы это не стало нашими семейными радостями знаешь что мы этому порадовались а чтобы порадовались все они сейчас и надеюсь сейчас сейчас вот сейчас вот сейчас здесь феврале мы надеемся что там вы вовремя будущее ходить сходили уже в кино да 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 уже сходили сейчас планирует сходить третий раз семьей с девушками с мальчиками с детьми и со всеми счете на день рождения дарить билеты в кино толстовки кепки фигурки все вообще вот ну что тогда что мне кажется спойлерной части ну что друзья настало время да как ты это сделал отлично и друзья настало время вот сейчас наконец то мы сможем излить душу потому что мы как сценаристы этого фильма и как дима который играл всю правду и сейчас мы вам говорит про спойлеры к фильму майор громче мной доктор если кто-то в комнате хочет посмотреть кино то выходите короче без спойлер сейчас мы будем обсуждать кино со спойлерами со всеми страшными подробностями расскажем и про димину роль в том наконец-то про все что мы придумали почему олег волков появился в фильме хотя бы не должно было там быть и все остальное пошли 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 короче олег волков это чумной доктор и одновременно и не чумной доктор и это полный пиздец и спойлер и так олег волков не существует дима чеботарева нету 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 его потому что и ты чумной доктор и при этом чумной доктор и когда не как-то все это в голове мог удержать вода когда ты первый раз вот прочитал всю эту историю сюжетную про то что это друг который все время с сергеем но при этом его нет настоящего это это образ я дочитал только в конце про клёво я жду я знал уже всю историю а тут вдруг волков становится волка уже играю я я чумной доктор хорошо хорошо потом понимаю умер чё за смысле умер ребят вы меня чего позвали чтобы убить опять но потом но потом тогда читал еще до конца сцена после титров я понял вот куда нет это круто завертелось только но у меня но я топил за то чтобы я играл все сцены чумного доктора даже в маске это было да я помню было такое и вы почти его вытопили почти продавил да там короче была такая тема что мы в итоге поняли что так как серега будет в финальной сцене у нас будет бита между разумовским и громом да у нас маски нам надо чтобы он и все предыдущие свои движения тоже копировались чем у доктора но голос чем у доктора хочу тебе сказать мы преимущественно это он делается саридов и голос да давайте раскроем такую тайну голос делается из наложения до соответственно двух дорожек их ну химичи не там уже с всякими фонами и броши я спросил а то кто на кого накладывается мне сказали что ты сверху вот но имеется ввиду что именно твой голос он как более определяющий да и твой голос он более определяющий то есть ты-то темная сторона по идее то есть изначально то что тот образ который а сам мне в этом нравится что через какое-то время уже прошли съемки уже прошли все идут какие-то фанатские обсуждения и дима пишет мне в instagram вопрос погоди а я что птицу в итоге играл получает может спросил нога дима срочно удали во первых вопрос за грамм я уже прочитал это очень кажется крутым в потому что у тебя есть уникальная возможность сыграть двух разных персонажа разно-разно то есть очевидно что когда олег волков будешь в будущем он там будет другой персонаж да не будет тот олег волков который мы увидели замечать это вот так вот вообще круто и при этом все равно сохранится вот эта преданность который дим искал потому что ну сейчас он играет вторую сторону сергея разумовского соответственно а ты носил костюм да я носил это было круто и шумно потому что все и бряцал до резинка не плела пришлось все переозвучили потому что любое движение было так все дали пластины движения это пришлось переозвучено это было круто это было круто и на самом деле был отдельно вот это удовольствие когда в кадре ты снимаешь маску и все понимаешь что это ты до этого это кстати есть только у дима это максимально эпичный момент и вот это вот считал как и очень интересная реакция людей да и считал которые добавили после снимать я могу сказать что вот эта вот сцена в кабинете разумовского она одна из моих самых любимых потому что ты вот просто взглядами и жестами так передаешь вообще отношение волкова ко всему происходящим вот этот вот же пальцем на сторону гречкина блин это круто и я никогда в жизни даже близко очень много делал именно такие так это очень круто я реально я преклоняюсь перед твоим талантом мастерством это вот так и зацепить и сделать это это супер это вот твоя линия фильме она одна из моих самых любимых и настолько это все круто зима спасибо спасибо большое потому что еще и зритель считает но большая часть фильма он считает что ты молодей на при этом ты просто там друг который поддерживался уже просто решил защищать его интересы и действительно встал на как бы справедливость но я помню как мы это писали это голос этого доктора чем потому что там был этом первый класс я помню ее просто низко говорил это потом было что и потом это совмещается совмещалась в той же серёгин и когда я тебе написал помнишь о чем новогоднем ролике да а тебе все ты иди все время написали почему столько и столько и дам только я там не добавлен другой человек на самом деле мы записывались но я тоже слышно записывались но у меня есть ролики в которых я слышу только горошка например есть хотя слышу только тебя там короче такая штука получил что там по пришли попробовать по новость по новой схеме и диммин вышел вылез вперед а например в трейдере серёжа вылезает вперед и мы вот как-то ищем баланс все еще надеюсь у нас в фильме получилось да да сейчас уже нет и не получилось не получилось классно и на самом деле даже и в сцене где тихон в костюме чем доктора там есть это там тоже твой голос да да там то что голос основу основа определяющий вы для этого тембра чем потому что это маска в аквакодор да то есть там там все продуманное я живу за это вам и говорю огромное спасибо что все продумано суперзлодея день ты сыграл суперзлодея как бы темную но действительно то что движет посмотрим на рассмотрим посмотрим 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 где вот я посмотрю в апреле что там что мы в какой-то момент знаешь начали уже сами запутываться какую мы хотим теорию и версию двигать кто кто находится под маску чем у доктора потому что двигаем все дамы на самом деле мы мы двигаем все потому что у нас есть тут дима тут сережа там и какой-то момент у нас было на экране ноутбука написано что очень доктор от разумовский кто-то начал говорить что это а фотография со съемок вылезла в костюмах потом 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 мы специально у меня брали взяли что она хочу специально там можно было врезать кадр а мы специально потому что уже за вирусилась фотография где серега в костюме и там уже теоретики начали к вы думаете что мы вас не переиграли кто-то показывал комментарий у меня под пиджаком где-то на фотографии видно такая полочка не такая пола полоска под пиджаком под пиджаком и все там что-то начали обсуждать а может быть это на 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 это на наплечная кобура еще что-то а это я купил себе жилет для того чтобы всегда держать ровную спину в этом не за ну я снимался в жилете чтобы это чтобы не делал волков не умыла всегда ровная спина я там столько уже теории про и про эту ламку а это нас был жилет для того чтобы спина ровная было блин это так круто что можем наказать про все это реально на всех читках когда вы сидели мы уже это все проминали и так понимаешь это большой секрет и мы же реально запрещали всем фоткать именно поэтому и так далее плюс у нас были моменты как когда я поэтому я был трейлерах нет ну да слушай мы сейчас готовим трейлер очень крутой где тебя будет много я надеюсь что мы резнем все-таки вот а были еще моменты жил чего ты там возьму поверь митамином и так это все скомпилировали что это пока что рабочую версию это для кинотеатр для и для и для веб не выходит мне все влияет на улице никчим ну да просто тупый год я помню просто что мы на каких-то вещах уже просто когда например бегут журналисты за разумовским и короче и я смотрю они все смо ты стоишь в лифте да и тебя не должно быть видно и не дожить я такой красимир почему они себя лица на диму говорю и красимир своим голосом таким в общем давайте все смотреть на рыжего а как будто второго черного здесь даже и не вот ваша сцена втроем она вот одна из самых вообще запоминающихся и стихом вода старым стихом где мы же серёга и дали его втроем это все разыгрывать и она такая получилась просто саспенс и такая на интенсивная и ты купить как у происходит на там есть момент когда проходит вот спина я еще хотел этот но это не вошло не войдет на монтаж я хотел же процитировать джокера когда вот так хлопок сидел и хлопки сейчас монтаже они за кадром за кадром а я хотел помнить я думал ты никогда уже не когда помнишь это хитлэджер да 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 суши насколько классно получилось у тебя и ведь ты же понимал что это не что с тебя все ждут олега волкова да ты же понял что ты не олег волк на то есть то что ты это это представление о болели а настоящий олег появляется надеюсь вы досмотрели до конца титров и увидев если не досмотрели то вы видите смотрите эту сцену то что она там есть там появляется настоящий и вот и вот который наврал как раз потому что и мы даже внешне сидим и чеботарёва меня для фильма мы лепили ему огромную ужасную бороду просто я смотрю это да я могу сказать что примерно 15 процентов людей которые смотрят фильм не узнают тебя в этом бороде но я думаю до 15 процентов людей я в среде я веду статистику примерно 15 процентов людей не таки а кто это в конце а кто это в конце то есть настолько у тебя бородинец такая там борода там ветреные губы там обветренное лицо там уже красный вот эти какие-то от ожога но вот это солнечная же это вот как раз вот это мы уже точно взяли из комикса потому что алекс в горячих точках наемник все еще работает в уцелел соответственно это мы тоже прописали так что блин и насколько круто будет дальше погрузиться в роли олега волков я надеюсь это ребят уже это уже к вам эту конечно конечно у нас есть куча разных идей как это все красиво все подвести и сделать и чтобы и фанаты комикса были рады и чтобы другие люди удивились я думаю не удивятся и фильме но еще больше не удивятся дальнейшем появлению олега в сюжете да но пока олег это офигенная обманка да сложно было сдерживаться и как-то вообще у тебя то есть тебе наверняка же пишут там какие-то вещи вообще блин каждый день ну ну не каждый почти каждый день писали когда начали выходить трейлеры сейчас уже все подуспокоились поняну с комикона еще и такая помощь мы тебя даром до последнего держали как такой сюрприз данных комиконе после комикона было такое что спасибо за там то что вы да то есть никакой конкретики потом после появления первых кадров образе мы появились вопросы по поводу того что скажите а а что а как волков от как он появился уже не было этого а может куча сейчас я так понимаю что осталось до премьеры люди успокоились перешли в режим ожидания и они уже доверились я думаю что осталось что там меньше пятидесяти дней до сейчас опять же повторимся что сейчас февраль рождение артема силы уже в кино служае в будущем и поэтому сейчас уже люди как-то перешли в режим ожидания не готовишься что тебе взорвут просто личку и директ куда интересно сколько считаешь что это сразу просто блокирую чтобы тебе никто не писал чтобы просто не взрывалась постоянно то есть но мне кажется абсолютно понятно мне кажется и всем что то точно серега станет ну на я надеюсь очень востреба то что у нее действительно ваши я надеюсь что дальше я вижу это ненавижу плохой кино нет я ненавижу вот это ты знаешь что тебе что-то за рот а чтобы давайте сделаем кино давайте она выйдет давайте посмотрим что мы сделали и потом уже будем получать либо дивиденды либо бюлюли все что угодно давайте либо что сразу потому что у нас очень любят хвалить кино по трейлерам у нас очень любят ругать тоже но я тебе могу сказать что тебе личку заполонят в любом случае сейчас мне той любви авансом который мне выдан мне осталось не только оправдать и не растратить а если получится приумножить прекрасно если появится больше людей узнает о существовании комиксов бабл больше людей начнет интересоваться субкультурами нашими до которые я говорю я человек который ну в принципе погружен в литературу еще что-то и читая другие комиксы других стран то есть да такие как маус до персиполис они но при сиполис позже вышел ну тот же маус который вышел гораздо раньше чем я узнал о существовании комиксов про майор гром для меня уже вошел в мой культурный код да и он уже уже начал вам не что-то менять графический роман это вдруг я узнаю огромную вашей работе ваших трудах я надеюсь что люди сейчас по всей россии не только по россии будут узнавать что есть огромное количество интересных материалов и начну знакомиться и погружаться во вселенную армия фанатов любителей будут расти расти но и надеемся что многие люди захотят узнать кто такой настоящий олег волков да по это поэтому 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 ненавижу ненавижу говорим поговорить о фильме что ты же понимаешь что это даст тебе билет нет ребят давайте сделаем кино или скромным еще и скромнее просто скажи ты жалеешь что тебе не удалось поставлять из огнемета настоящего да да ну потому что это же как это же это же один студент забрал себе все варианты это же ну как пацанский с детства вот это все из пистиковой стрелять а тут огнемет это круто ну что артем придется в следующем фильме сделать кадр я стремлю злодеем вырежешь потом это же тебя не впервой специально специально для трейлера подснимет что-нибудь да как эти мы снимали вот эти тизер фото где алекс пистолета такой те которые это можно выложить и будут очень долго до них настаивали что типа но нам час набитая в трейле мы представим персонажа что вот он идет какая-то опасность наверное угрожаю у нас еще есть целая фотосессия с того костюм чему-то из пистолета мы там и с огнем совсем ну и все это все это обязательно все это скоро лавина и лавина как бы это уже в апреле людей до марте скорее марте ждите но без спойлеров а вот учетом что-то будет короче дальше все пойдет с мая начиная контент пойдет просто рекой давай немножко про разумовского скажем потому что но все-таки это тандем до разумовский разумовский и разумовский джей мультирую фактически как вам было с серёгой вы на экране у вас ну практически все сцены вместе совместные до теперь понятно теперь теперь сани понятно по сюжету почему да ну как тебе вообще серёга и вообще вот получилось ли передать то что хотели многие люди увидеть этого фильма вне взаимодействия очень комфортно мне было он несмотря на то что да он там кто-то говорит на студия да еще что ты мне кажется достаю абсолютно готовый артист профессиональный и особенно даже силу там подходом с его вот этой тетрадкой девочком с его то есть он как бы мне абсолютно комфортно и прекрасно прекрас то есть было ну мы скажи как есть мы случились как пара кайф вот мы ждали этого актерская вот актерский тандем канон актерский тандем сложился то есть для меня сейчас посмотрим опять же на экране смогли бы передать что-то то есть мы с тобой ли с тобой с олегом разговаривали что и таких взаимоотношений в кино такого уровня не может быть без сексуальной энергии да потому что там снова чувствуется но просто столкновит те же столкновения мафиози не молодой бисексуальной энергии это меряется у кого сексуально даром еще кто больше лучшие друзья не могут бисексуальной энергии потому что это столкновение двух мужских энергий которые ну и поэтому здесь да люди ждали чего-то такого без этого и никуда то есть как бы такого рода взаимоотношений невозможно без сексуальной энергии это не говорится о том что они любого не обязательно не что они любовники на это просто без этой без этой энергии никуда я даже не обязательно секс да я говорю что это например а из-за того что волков в фильме это триггер для разумовского провокатор то он использует все то чем можно вывести разумовского и за это кстати о чем чувствуется то есть мне кажется что люди которые ну знакомы с образом волкова из комиксов на каких-то моментах они ну начнут понимать потому что ну олег который привычный начинающий олег не стал бы да вот так подавать на которую вы вырезали она абсолютно я ее клал на изнасилование нас прям эмоциональное изнасилование потому что ну прям это абьюз там происходит почему мне нужно довести его до того чтобы он ударил меня по лицу проявил свою энергию и агрессию и пошел дальше в этом направлении в котором мне нужно и я выбрал там позицию во время подготовки потому что мне нужно его прям прям очень сильно измотать именно сексуал именно вот и сексуальной энергии быть настолько для него раздражительным отвратительным и мерзким чтобы он не сдержался и довести провести его для того чтобы он пошел дальше по этой линии очень мощно ну что ж друзья как только этот подкаст наберет миллион просмотров мы выложим эту вырезанную сцену прямо на наш youtube канал миллион миллион это маловато до 5 миллионов извините ребята давайте решим что-нибудь мы прям вот без проблем все вот обещанного не будем ждать три года все будет всего лишь 5 миллионов сколько нужно потратить денег чтобы там накрутить нам 5 миллионов не знаю артем куктом справишься и заклик ты не справишься смотря какие сборы ребят сейчас вот о чем речь вот ну да и и в каждой сцене я пытался его провоцировать по-разному надо чувствуется то есть в сцене когда вот это уже финальная они финальные после у гречки на нам и говорите там чистая агрессия чизы просто пытался в каждой сцене выбивать у него почву из-под ног разными способами чтобы чтобы он привести его к тому чтобы его вот это раздвоение чтобы он пошел по пути черные темные стороны все кто смотрели фильм они почувствовали что там есть сексуальная энергия и такая прямо это был один из сегментов воздействия на на создание полноценно сергея и отдельно олега как бы люди но не получают время да то есть это все борьба личностей в одном человеке так что надеюсь в будущем именно поэтому когда шагул он появляется ли потому что сергей вода когда презентация потому что там когда появляется волков он в сознании сергея вот он такой вот он такой должен быть идеализированно тоже раздали вот он даже здесь такой поэтому там минимум движение минимум всего то есть вот он просто все время здесь за спиной и когда соблюдать или под я и не знаю как то сложилось это фильме не сложилось монтаже когда волков исчезает только тогда когда сергей почувствовал силу пока он блеял там волков и как только он поймал кураж презентации волков исчезает именно из-за того что он он дал ему эту силу возможность обрести силу и как только он видит что его протеже его протеже начинает действие самостоятельно исчезает не очень круто очень круто это все это все есть это все чувствуется и и мне интересно самом деле какое количество людей вы купили эту фишку вообще фишку с черным за плечо там я там чуть-чуть подсказки есть чуть-чуть то есть на например условно говоря ты в кадре исчезаешь на секунду раньше чем это в принципе возможно было бы вот есть какие-то мелочи которые наталкивают но ты их не сразу считываешь и мне кажется это очень круто что и по морочи всего если я помню я с дверью есть подсказки когда снимают не серёгин план не его грубая пилови а чей-то пилови третьего то меня нет в кадре но только серёга по моему когда да когда смотрит гром на серёгу и поворачивается врачом где там не заявляет только когда когда глазами глазами разумовского тогда проходит волков вот все наконец-то мы молчали нам еще молчать придется поговорим можем еще полтора года помните сейчас забыли олега волкова забыли немножко все супергерой да каким быть суперспособностями ты бы хотел обладать дима чеботарёв в реальной жизни мы тебе сделаем классный свой образ не бабло ского комикса вот твой конкретно дима дима супергерой дима чеботарев каким бы был супергероем с какими потом распечатаешь и дочки наверное это очень странно и но не странно как-то но наверное многие этого хотят уметь излечивать людей мой к хиллеру я прям почувствовал как два камня в почке сейчас ушло ой пошли уже вот и вот излечивать потому что я порой не могу вот не могу смотреть на без бессилия человека перед болезнью то есть вот останавливать время и там что-то другое делать это ребят пусть сами справляются ну то есть знаешь есть можно приложить силы и приложить время и как бы справиться с какой-то проблемой а вот с какими-то болезнями перед которым человек бессилен хотелось бы иметь возможность наверное это это делать ты хочешь лишить работу всех цыган в московском метро не одну понятно если думать уже о том что если всех можно будет излечить перенаселение планеты на и истощение ресурсов понятно мы же фантазируем и я бы хотел иметь возможность иногда это делать когда люди которые достойны не но это не тоже люди которые очень в этом нуждаются наверно скорее тоже понимаешь это тоже мне решать кто достоин то нет тогда большая если я изначе и могу излечить осталось ли только что вину в воду вину превращайте еще решайте кто вы достоин теория что олег волков это иисус я помню было такого я поржал есть фотография у меня с длинными волосами в красной бандане с какого-то отдыха соленые волосы и есть фрейм где поэтому вот я бы хотел вот такую но я бы думаю что если бы я ею это все равно что ты хотел бы жить вечно нет ну кто-то грида а потом ты думаешь а кто-то задаешь ну парень вода парочку уточняющих помогать или нет нет так же здесь первое в голову пришло до парус помогать и подумал вспомогательных не я бы не хотел быть супер героем я бы хотел быть супер гром как майор гром никаких скиллов ничего старик ты смертен твое пребывание временно ты лучше людей людей делаешь это лучше чем некоторые хуже чем некоторые но у тебя никаких супер скиллов нет и в этом есть весь кайф в супергеройство бою рыгрома согласен он даже не бэтмен у него даже баба даже день я бабах не ваша ухо ты как бэтмен даже круче даже круче это кстати такая не каско цитата на расставили она спорта она очень класс конечно я помню что мы вписали сценарист так и с таким прям гики пишут фильм про супергероя здоровье девчонки в доверии где этот будапешт до до 5 8 лет же они тянули эту сейчас выглашла и раскроет окей один спасете большое спасибо что очень классно ты максимально приятный человек максимально красиво одет сегодня кажется очень быстро пролетело время мы даже не поговорили будет знать чтобы следующий раз увидимся конечно много раз не обсудили кто что любит я люблю тебя дим перестань не еду не книги не живопись до лайк ставьте лайк если хотите с димой без моего грома а просто образ жизни это будет на 6 миллионов просмотров и тогда мы выложим сцену из этих вот ну что ребят всем пока смотрите наш фильм в электротеатрах страны специальный выпуск бабал подкаста посвященный фильму моргом чем доктор у нас в гостях был дима тиботарев огромное спасибо спасибо что позвали супер до встречи в следующем выпуске пока